Привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня весна, май 2017 года и по традиции я показываю свое состояние кожи. Состояние лба, состояние кожи вокруг глаз, состояние подвисающего овала, я использую ролик, который я купила в находке. В общем, сегодня аромат москина, пустые баночки, в перспективе моя коробочка красоты совместно с магазином Ирмак. Привет, я буду показывать их не по какой-то схеме, там определенная, а так, куда рука протянулась. Значит, черный жемчуг, умывалочка, деликатное очищение. Могу ли рекомендовать? У меня нормальная кожа, не склонная к сухости, не склонная к жирности. Просто, когда у вас слишком много макияжа, просто, когда вы хотите быстро избавиться от большого слоя косметики, я бы могла рекомендовать это бюджетное средство, потому что оно очень-очень классное. Недавно в аптеке, в Ангарске, я нашла вот такую масочку, сыворотку, золотой шелк. Вообще, периодически я использую средства из этого бренда, потому что они бюджетные, они достаточно неплохие. Недавно я провела эксперимент, я просто отказалась от шампуни, и принимая ванну ежедневно, просто в качестве очищения волос, я использовала просто вот такие средства, то есть бальзамы, маски и так далее. Вообще без шампуня. Как бы это звучало не нелепо, я могу вам сказать, что шампунь, это не такая уж необходимая позиция в вашей ванной. Вы можете просто пользоваться либо масками с сыворотками, потом маслами, но пока я так экспериментирую, посмотрим, что будет дальше. Следующее. Калгейт. Это ополаскиватель. Вообще они идут у меня как-то очень-очень медленно, но так, на всякий случай, они всегда есть, потому что они реально необходимы. И куплю ли я еще? Да, может быть, когда-нибудь куплю, а вот золотой, шелк и черный жемчуг, они такие хорошие. Я буду их часто использовать. Так, молочко 100 рецептов красоты. Скорее всего, больше нет, потому что здесь еще очень так хорошо осталось на дне. И использовать я его не хочу и не буду. Оно нормальное, свежее, может быть, кому-то где-то в гримерке поставить, как вариант. Но это никакой не фаворит, и он не может стать фаворитом. Фаворитом для меня в этом отношении был, есть и будет пока в данный момент, гореньер. Вот это вот молочко с розочкой. Поэтому больше брать не буду 100%. Не то, чтобы вам не советую. Может быть, кому-то подойдет, но есть средства и получше. Во всяком случае, в моем понимании. Ну и что? Состояние волос. Я их не крашу. Раз в месяц, может быть, оттеночным шампунем. Не знаю, благодаря чему. Возможно, витамины 45+. Возможно, какие-то сыворотки. Я купила, кстати, новый Новосвит. Что является очень-очень классным средством, от которого я не могу отказаться долгие годы. Это коробочка там. Еще маска она у меня в пользовании. Это классные маски, которые усовершенствуют бренд. Они постоянно меняются. Они что-то там добавляют, что-то придумывают. Но вот эта маска, она реально очень-очень классная. Для возрастной кожи у меня 45+. Кожа выглядит достаточно нормально. Я подчеркиваю, что я не колола никакую гиалуроновую кислоту, не втягивала никакие нитиаптос, вообще ничего. И я могу сказать, что даже периодически я устраиваю такие эксперименты, что я вообще прекращаю пользоваться косметикой. Только пью много жидкости, витамины и так далее. И я могу сказать, что кожа, она нехорошо, неплохо, как обычно себя чувствует. Конечно, когда там начинаешь наносить тонны масок из серии Тони Моли и прочее, да, конечно, состояние улучшается, это однозначно. Но даже если ничего не использовать, пока все в порядке. Еще один ополаскиватель, это то, что копилось зимы. Лесной бальзам или Колгейт однозначно лучше лесной бальзам. И даже паста лесной бальзам лучше. Ну, как бы пока вот так вот. Либо Колгейт, либо лесной бальзам. Лучше лесной бальзам. Вот это шампунь, который я купила в фикс прайсе. Он пахнет грибами. Он такой прикольный. Он... Сейчас уже даже запаха никакого особо не осталось. Ну, в общем, он такой нормальный шампунь. Могу ли рекомендовать? Да, могу. Но я для себя сделала вывод, что шампунь это вообще лишнее. В моем случае, если на моей голове нет тонну лака, там, я не знаю, каких-то гелей, муссов, а я их стараюсь не использовать. Ну, в общем, как-то так. Айрвик я каждый раз в пустых баночках показываю это. Это розочка какая-то там, райские цветы. Ну, возьму ли еще? Да, возьму. Потому что это вкуснее, чем предыдущая, которая пахла какими-то дешевыми, прогорклыми конфетами. Вот этот я могу рекомендовать. Он комфортный и не надоедает, и к нему не принюхиваешься. Вот. Существенный момент. Использовано до конца. Классно. Да. Must have. Must have. И у меня тут еще много таких must have. Вот. В общем, это скрабики из чистой линии. Они есть грубее и есть мельче. И я всегда их пользовала, пользую и буду пользовать. И недавно я получила на обзор маску L'Oreal. Глиняная такая в зеленой коробочке с водорослями. Она очень классная для возрастной кожи, девочки. Я рекомендую, если у вас есть возможность, продается где-то рядом, обязательно берите. Маска просто бомбическая. Мне она идет. Вот. Наносится, используется очень легко. Хотя там идет тема грязевых масок. И грязевые маски я шерстила и проверяла на себе. То есть, если мы берем просто обычную глину, разбавляем ее водой, наносим на лицо, она выполняет такую функцию, что когда глина засыхает, она в себя как бы вбирает вот этот мертвый, ороговевший верхний слон. Вот. Я думаю, что делать с зубами. Мешает ли этот торчащий зуб или мне любить себе такую, какая я есть? Напишите ваше мнение под видео. Буду очень благодарна. Но! В моем случае просто обычная, разбавленная водой глина сушит кожу. Если начинать туда добавлять масло, то тоже ничего хорошего. она не высыхает толком, соответственно, тоже не выполняет свою функцию. А вот лореалевская маска достаточно тонкого слоя, достаточно просто нанести тонким слоем, там 10-15 минут смыла, да, эффект заметен. Она очень хорошая, она очень такая, а это, это если просто нет ничего похожего из серии лореалевская маска под руками. Вот. Более мелкий можно использовать малина на губы и вокруг глаз, более крупный, в моем случае, на лицо, шею, зону, декольте, тоже хорошо. Вот. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Олька Швец. Вот, рекомендую. Эта маска очень хорошая, увлажняющая. Она такая вот, ну не то, что я прям покупаю и все, и только ей, 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 там извожу моментально. Нет, она просто лежит, если чувствую сухость, я использую какой-то такой продукт косметический, потом просто протираешь лицо, даже там не обязательно смывать, можно обильно поликлостьоном просто промокнуть. Работает хорошо, впитывается замечательно, ничего аллергического, ничего такого, холодящий эффект в голубых случаях, там, потому что они разноцветные, эти маски. В общем, нормальная маска стоит вообще какие-то копейки. в плат лечебный, беру и буду брать. Хорошая штука. Не буду долго останавливаться на этом, что вот постоянно, у меня тут они такие немножко замученные, подождите. Вот, это уже тоже пустые баночки. Сыворотки от Новосвит. Могу ли рекомендовать? Да, могу. Крема от Новосвит тоже могу рекомендовать. Есть у них еще крем для век, но он как-то в моем случае не очень хорошо идет, но я постараюсь исправиться. Вообще, сам бренд очень бюджетный, он правда очень бюджетный. Там любая позиция стоит в пределах 300 рублей всего. Кремов и сывороток хватает надолго. Ну, если, конечно, там полфлакона на себя не выливать за один раз. В общем, короче, классная штучка. Я рекомендую Новосвит, если у вас нет никаких проблем с кожей. Единственная проблема, это какая-то легкая сухость и стянутость. Вот средства этого бренда, они увлажняют, они очень хорошо ухаживают. И они просто классные, дешевые и просто мне нравятся. Отдельная история. Моя радость и моя боль, крем для ног от натуры Сибирики. Раньше он был другим, он был зеленый, пузырящийся и очень неприятно пахнет. Этот пахнет приятно, и он не зеленый, и он не пузырится. Соответственно, в том, который зеленый пузырился, консервантов меньше, и у него был мерзкий запах, но он классно ухаживал за ногами. А этот, они внешне похожи. Это просто крем-маска для ног, для снятия усталости. А тот был, по-моему, крем для ног. В общем, крема для ног нет, он куда-то исчез. Вот эта его пузырящаяся структура говорила о том, что в нем мало консервантов, в этом консервантов больше. Поэтому я все еще хочу тот. И на лето я бы взяла себе несколько штучек и порекомендовала всем своим знакомым. Кстати, девочки, кто смотрит мой канал, и, возможно, мальчики, всем огромный привет. Я надеюсь, что моя информация для вас полезна. Поехали дальше. Нивея Мен Нивея Мен продается везде. Он такой, типа, невидимый. Написано 48 часов. Он, правда, справляется с проблемой пота. Скоро лето, он имеет запах макадамии. Он очень вкусный. У меня этот запах не вызывает никакого раздражения, никакого отторжения. Он пойдет всем. И девочкам, и мальчикам. И можно носить, я так понимаю, его и с белой, и с черной одеждой. В общем, такой многофункциональный. Девочка мальчиковый, приятно пахнущий. Ну, а все остальное вы прочитаете на этикетке, если вы видите его. Вообще, рекомендую, хорошая штука, можно носить с собой, потому что удачная упаковка, и поехали дальше. так, тут у меня жадор диор все еще ждет обзора. Так, так, не дождется. Так, еще один флакон. Так, вот, значит, фейковая, фейковость купленная в фикс-прайсе, это сплат, типа, там он с запахом, с ароматом какого-то мороженого. Ну, в общем, ерунда. По большому счету, взяла на пробу один раз, больше брать не буду, брала, по-моему, в фикс-прайсе или в каком-то таком бюджетном магазине. Так, вот отличнейшее средство. Вот отличнейшее средство. Вот отличнейшее средство. Вот тоже очень отличное средство. Что у меня тут? Вот неплохое средство. В общем, давайте я сейчас вам по очереди расскажу по-быстрому про каждый из этих, потому что тут очень много. Значит, освежающий тоник, 100 рецептов красоты. Настоятельно рекомендую всем, просто рекомендую наливать его в пульверизатор, который можно купить где угодно маленький, который можно носить в косметичке. И я могу вам сказать, что да, он классный, он хороший, я пользовалась и буду пользоваться, потому что он классный, бюджетный. Почему я должна искать что-то дороже, еще неизвестно что. Так, значит, вот этот тушь, который я купила в находке в количестве трех или четырех штук, она разная, кисточка великолепная, сам флакон, сама упаковка, она очень похожа на Maybelline, сама формула туши великолепная, стоила она, по-моему, в пределах 50 рублей, но работала как очень-очень классная, никакого раздражения глаз она не вызывала у меня. В общем, нормальная, могу рекомендовать, если вдруг вы увидите в находке такое, можно попробовать смело. В крайнем случае, если не пойдет, то вы просто кому-нибудь задарите, передарите. Сьез, это линейка, которая, я так поняла, что придумана для быстрой реанимации замученных, измученных волос. Там их много, там их много. Вот, увидите, проанализируйте свои волосы, и вы поймете, что вам нужно, вы подойдете к любому стенду с йоз, и найдете там все, что ваша душа пожелает, там масла у них шикарные совершенно, бальзамы шикарные, они там есть и от выпадения, и для увлажнения, в общем, их там миллион всяких разных позиций, я брала на Ирмаге, там получается дешевле, чем в магазине, поэтому да, да, брала, беру, и буду брать. Масочка ночная для лица антиэйдж, ну, я бы сказала, на четверочку с небольшим плюсом, она классная, но брать я ее больше, наверное, скорее всего, не буду, ну, так, поиграть. вы наверняка видели в моих обзорах такое, кто не видел, поищите просто в интернете, мне сказала одна из подписчиков, что она по моей наводке купила этот самый новосвит, и она очень меня благодарила, он у нее шел очень хорошо, крем для век не шел в ее случае, в моем он тоже как-то идет через раз, но, вообще, в целом, я повторюсь, линейка очень-очень классная, просто стоит обратить внимание на эту линейку. 5-процентный бюджетный пантенол, полнейшая ерунда, брать его не советую, берите в аптеке, либо берите подороже, который вот на Эрмаге я беру, там совсем другие буквы, и вообще по-другому выглядит упаковка, поэтому, девочки и мальчики, то, что бюджетное, и течет как жижа, сейчас я покажу, вот, видите, это все ни о чем, это все не о том, и это все не туда, это просто жижа, понимаете, вот ей только вот так вот руки намазать, как я вам показываю, вот, все, больше, больше от нее ничего не ждите, никакого заживления, никакого там это, да, она на небольшое время увлажнит ваши руки, все, вот, все, больше от этого пантинола, не надо ждать ничего, сделали уборку, намазали руки, в конце концов, запах, конечно, так себе, ну, так, в общем, во время уборки в перчатке куда-то использовать, в общем, это какой-то проходняк, на который я не советую вам обращать внимание. что у нас тут еще, джунсен, бэби, бережный уход, не знаю, не знаю я, 100 миллилитров, запах очень приятный, говорит о том, что там консервантов три вагончика и маленькая тележечка, ну, тоже, знаете, такого пруд пруди на рынке, поэтому на лето однозначно я выбираю органик шоп, чистую линию, какие-то очень легкие увлажняющие крема, а это, ну, я не знаю, на ноги в огород, как вариант. Вот этот бэби черный жемчуг делала я на него давным-давно обзор, он тут пролежал, провалялся как-то ни туда, ни сюда. В моем случае это была какая-то адовая адовость, может быть, кому-то пригодится, может быть, кому-то мазать ноги, пока они не загорели, и те, кто ходит в шортах, там что-то где-то как-то. Поэтому давайте я это однозначно не буду брать, не буду брать никогда, но мне сказали, что это проблема именно, что завод переместили из одного региона в другой, там могло быть нарушено производство какое-то там это, ну, в общем, это фигня. Не знаю, попробую, мне просто девочки писали, что вот в некоторых случаях он очень хорошо работает. И тоже кто-то писал, что прямо очень-очень плохо. Здесь кожа, здесь все индивидуально. вот что я не советую брать так пилинг в катку, это якобы Новосвит выпускает какой-то тут бюджет, сушит бешено, функцию свою не выполняет, заявленную, она просто сушит все, 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 что она делает в моем случае. Поэтому я не советую руки, смотрите, вот. Я не советую брать, я один раз использовала и выкинула, а вот, ну, не выкинула, как в пустые баночки положила, а вот то, что у вот в такой же упаковке есть совершенно шикарное средство для смягчения кутикулы, вот там что-то мед, воск, такая оранжевая, то есть, вот здесь она какая-то зелено-розовая, там она такая оранжевая, вот это средство классное, там тюбик маленький, он такой вот где-то по сравнению вот с этим, вот его я могу рекомендовать, я не знаю, в этих баночках пустых будет или в следующих, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем всего хорошего, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец.